Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 16 октября, и перед началом хотел напомнить, что сегодня стартует курс персональной инвестиции, трехдневный онлайн-курс, который будет идти три дня на этой неделе, начало занятий в 6 часов по Москве. Более подробное описание и расписание данных занятий вы можете найти по ссылке под описанием к этому видео. Ну а сейчас давайте посмотрим, по каким уровням у нас открывается торговая неделя и чем завершилась неделя прошлая. Итак, по паре евро-доллар сегодня с утра мы видим уже торговлю ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Это отметка 1.18.03, что в свою очередь нам говорит о том, что на текущий момент в рамках краткосрочного движения у нас преобладает тенденция нисходящая, так как закрепились ниже минимумов пятницы. Возврат к покупкам будет актуален после обновления уже максимальных значений, которые были зафиксированы также в пятницу. Это отметка 1.18.74. В рамках краткосрочной тенденции пока по евро у нас идет снижение. Цели, куда пара может прийти, это отметка 1.16.77. Пара британский фунт, американский доллар продолжает свое восходящее движение. В пятницу были обновлены локальные максимумы, что в свою очередь подтверждает восходящий импульс. Ближайшие цели это закрепиться выше отметки максимумов, которые были в пятницу, отметка 1.33.36 и далее уже пойти на 1.34.11. Уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, уже может нас в краткосрочной перспективе вернуть к продажам по данному активу. Но пока торгуемся выше отметки 1.32.40, тенденция на укрепление также остается в приоритете. Пара американский доллар и японская иена продолжают снижаться. Ближайшие цели на текущий момент это обновление минимальных значений пятницы, отметка 1.11.67 и после этого уже откроется дорога на 1.10.56. Если говорить о завершении краткосрочного нисходящего движения, то это будет возможно только после обновления максимальных значений, которые мы также видели в пятницу, отметка 1.12.31. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают укрепляться. Ближайшие цели на текущий момент это закрепиться выше максимума в пятницу, отметка 1.78.96 и далее мы можем увидеть уже австралийский доллар на отметке 1.80.65. Уход ниже минимума в пятницу вернет нас к краткосрочным продажам по данному активу. Это уровень в области 1.78.18. На текущий момент тенденция на укрепление также остается в приоритете. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают на текущий момент снижаться. Тенденция на снижение остается в приоритете, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше максимальных значений в области 1.25.30. Данный уровень является максимальным значением 11.00. Пока пара будет торговаться ниже данного уровня, тенденция остается на ослабление в приоритете с ближайшими целями движения в область 1.24.40. Это минимум, который был зафиксирован в пятницу и ближайшая цель в свою очередь закрепиться ниже данного уровня и далее уже пойти на 1.23.30. Пара еврофунт продолжает снижаться. В пятницу мы видели уход ниже минимальных значений, которые были в четверг, что в свою очередь нам на текущий момент подтверждает краткосрочное нисходящее движение по данному активу. Ближайшая цель это закрепиться ниже отметки 88.65. Это минимум, который был в пятницу и далее уже пойти на 87.80. Возврат к покупкам будет актуален после обновления максимальных значений, которые мы видели в пятницу в области 89.29. Золото также в свою очередь продолжает укрепляться. Ближайшие цели это закрепление выше отметки 1.304 доллара за тройскую унцу. Далее уже следующая цель это 1.313 и далее 1.328. Уход ниже минимума в пятницу, то есть ниже уровня 1.290 долларов за тройскую унцу вернет нас к краткосрочным продажам по золоту. Нефть марки Brent сегодня с утра открылась с гэпом, обновив максимальные значения, которые мы видели в пятницу, что в свою очередь на текущий момент нам подтверждает настрой двигаться на укрепление нефти марки Brent. Ближайшие цели это движение в область 59.48. Возврат к продажам может быть актуален после ухода ниже минимальных значений, которые мы видели в четверг 12 октября, область 56.05. Ну и по индексу DAX на текущий момент мы также видим продолжение восходящего движения. Ближайшие цели это закрепиться выше максимума, в котором мы видели в пятницу, отметка 13035. Начало коррекционного нисходящего движения по индексу DAX будет актуально после ухода ниже минимальных значений, которые мы также видели в пятницу, отметка 12961. Итак, коллеги, всем желаю хорошей торговой недели. Напоминаю, курс персональной инвестиции стартует сегодня, первое занятие будет в 6 часов. Далее в 19.30 у нас, как всегда, вебинар, на котором мы более подробно разбираем каждый из финансовых инструментов. И желаю всем хорошей торговой недели, увидимся уже вечером. Всем спасибо и до свидания.